2 февраля в России отмечается День воинской славы. Битва под Сталинградом стала одной из решающих в истории Второй мировой войны. В дни празднования очередной 69-й годовщины нам посчастливилось пообщаться с Евдокией Ивановной Сизовой, одной из немногих свидетельств событий, развернувшейся в городе на Волге. В 20-летнем возрасте она жила в красивом и большом городе на Волге, Сталинграде. Тогда и даже в начале войны никто и предполагать не мог, что этот город станет ночным кошмаром немецких генералов и солдат, что именно здесь развернутся самые страшные бои за всю человеческую историю. Евдокия Ивановна работала в то время, как и миллионы других молодых девушек в тылу на оборонном предприятии. Работала на заводе. В военном секретном, тогда секретной были цеха. Работала я там. Делали каски для фронта. В апреле 1942 года она и ее сверстницы добровольно вступили в ряды Красной Армии. Совсем юной она попала в 14-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи, сокращенно ВНОС. Они дислоцировались в степях Калмыкии. Их главной задачей было обнаружить вражеские самолеты и доложить координаты и направления полета для ПВО. Все у нас там было оборудовано. У нас и яма подслушанная была случайно ночью, когда мы опускаемся в эту яму и слушаем, какой самолет летит. Когда началась битва за Сталинград, их батальон перебросили на противоположный от города берег Волги. Ну нам тут ядно было видно Сталинград. Вот через Волгу. Ну и вот пароходы там с кем-то нагруженные или там чего-то взрываются и вся Волга прям огнем горит. Евдокий Сизов стал свидетелем уникального события полета Сталина на Тегеранскую конференцию, на которой впервые встретились три лидера стран-союзниц. Так называемая «Большая тройка» Англии, США и СССР. Черчилль, Рузвельт и Сталин. На этой конференции без преувеличения решались судьбы мира. Все личные составы на пункт наблюдения, на улицу летить особо важны. Вот через каждые две-три минуты опять летить особо важны. Вот так предупреждали. Потом вот появился тот, который летит. Летели три истребителя МИИ, его сопровождали. А он в обычном Ли-2, такой пассажирский. А победу Евдокия Ивановна встречала уже в Германии, недалеко от города Штутгарт. Ну мы спали все. А нас в комнате было трое. Там-то мы уж вольно были. Одна подходит, мы рядом спали. Да меня вот так трясет, трясет. Вставай, вставай. Чего ты орешь? Чего ты орешь? Победа. Ну и что, вышел тут и фейверк, и тут в Визионевской части стоят, стрельба, выстреляют и все. Ну и утром, вечером там собрались, поужинали. Эта женщина вырастила семерых детей. Сейчас ей 90 лет. Но она продолжает жить активной, насыщенной жизнью. Встречается с боевыми товарищами и до сих пор созванивается со своими сослуживцами. Больше всего ее семья любит песни, которых Евдокия Ивановна знает очень много. Но это их самое любимое. Может в Коломне, а может в Рязани. Не ложились, а девушки спать. Петли варюшек с песней вязали, Чтоб на фронт их в подарок послать. Денис Нитков, Сергей Шагаев, Соскресенские вести. Пуинтс